Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Тотальная проверка и демонтаж незаконных объектов. В Анапе проходят ежедневные рейды специалистов службы муниципального контроля. Предприятие «Зеленстрой» осваивает бюджетные средства. Пенсионеры Анапа осваивают новые профессии. В субсехе открылся новый ресторан в стиле России времен Сергея Есенина. Специалисты управления муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг города и сельских населенных пунктов, выявляют нарушения земельного законодательства, правил благоустройства и застройки. Все незаконно установленные некапитальные объекты демонтируют и перемещают на специальную площадку для хранения. Торговые павильоны, киоски по реализации экскурсионно-туристических путевок, аттракционы, батуты и даже точки общепита недобросовестные предприниматели устанавливают без разрешительной документации. Незаконно размещенные некапитальные объекты – проблема курортного сезона. Специалистами управления муниципального контроля выявляются нарушения, составляются протоколы, после чего формируется пакет документов и отправляются на административные комиссии, где определяется сумма штрафа либо демонтаж. По итогам рассмотрения административных материалов, собственник незаконно установленного объекта получает информационное сообщение о сроках сноса, которое публикуется в СМИ. Если строение не убрано в добровольном порядке в определенной комиссии день, его демонтируют специалисты муниципального контроля. Все содержимое объектов переписывают, незаконное строение перемещают на площадку для хранения. По адресу улица Астраханская, 120. Забрать демонтированные объекты может только собственник данного объекта. Для этого необходимо обратиться в управление муниципального контроля, предоставить документы, удостоверяющие право собственности на данный объект, и только после этого он его заберет. Объекты хранятся 6 месяцев с даты демонтажа, потом утилизируются. Лидеры по нарушениям нелегально размещенные сезонные торговые точки. Борьба с незаконными строениями продолжается. За 8 месяцев текущего года демонтировано 39 некапитальных объектов и одно капитальное строение. И в продолжение темы благоустройства города мы решили выяснить, как предприятие «Зеленстрой» осваивает бюджетные средства, какие работы по зеленению проводятся в преддверии праздников, как зеленые островки, скверы, парки, места отдыха, анапчан и гостей курорта приводят в порядок после изнуряющей летней жары. Замечания к работе «Зеленстроя» глава Анапы высказывает не впервые. Причем своеобразный индикатор этой работы – жалобы анапчан и гостей курорта. А их в этом году как никогда много. Пожелтевшие газоны, выцвевшие цветники и печальные клумбы. Два месяца жары, объясняют сотрудники предприятия. Очень трудно два жарких месяца и засушливых. Очень трудно было сохранить нам это, но мы все равно старались. Но жара для нас – явление привычное и служить аргументом в ответ на жалобы не может. На мероприятие по сохранению зеленого наряда курорта муниципалитет выделяет немалые деньги. Глава Анапы Сергей Сергеев закрыл и многомиллионные долги прошлых лет. Вот все это пошло, вот это недовольство и главы недовольство. Дело в том, что он действительно с нами по долгам рассчитывается нормально и в бюджете было заложено 17,5 миллионов долгов прошлых лет. По мнению руководителя предприятия, проблема в неотлаженном взаимодействии занятых в сфере ЖКХ структур. С Зеленстроем заключен новый контракт еще на 7 миллионов. И контроль за освоением этих средств будет жестким. Сегодня сотрудники предприятия готовят Анапу к праздникам. Задача – привести все зеленые насаждения в порядок. Прополоть клумбы и газоны, подсадить, где это требуются, цветы, постричь живые изгороди. Работы прошли в сквере Протапова на Театральной площади. У киноконцертного зала «Победа» обновлены малые декоративные формы. Приводятся в порядок памятные места и мемориалы. У нас по всему городу проходит прополка всех цветников. Если где-то выпады цветников, то есть растения, которые уже тоже потеряли свою декоративность, мы стараемся их тоже заменить на свежие, в частности вот на набережной. Вчера в субботу, в понедельник и сегодня проходят работы полностью на набережной. Также все знаковые места, это все мемориалы приведены тоже в опрятный вид. И после праздников задач по озеленению города-курорта предзеленстроем стоит немало. Глава потребовала от руководства предприятия предоставить детальный план график на осенний период. С весны не завершена работа по озеленению перекрестков. Внимание к себе требуют и полюбившиеся нашим гостям малые формы. Подготовка к будущему сезону должна начаться уже сегодня. Исправить ситуацию можно, надо только прислушаться к требованиям городских властей и ответственнее подойти к выполнению своих обязанностей. И к другим темам. Центр занятости населения Анапы в рамках государственной программы содействия занятости населения обучает пенсионеров новым профессиям. Это даст им возможность вернуться в трудовые коллективы, чувствовать себя необходимыми обществу, зарабатывать деньги. Несмотря на то, что учебный год только начался, в Анапском филиале университета имени Шелухова сегодня отмечали вручение дипломов. Свидетельство о пройденном курсе обучения по направлению менеджмент в гостиничном бизнесе получили выпускницы пенсионного возраста. Учиться было очень интересно. Преподаватели у нас хорошие. Дали нам очень много. Но я думаю, что мне это поможет в дальнейшей работе. Галина Богданова 30 лет работала в Сибири диспетчером на электроподстанции. В Анапу переехала 4 года назад. После выхода на пенсию, активная по жизни, она не смогла сидеть дома. Как и у каждого человека, была у Галины Александровны заветная мечта – получить профессию администратора. Увидела в газете объявление о курсах обучения и сразу же обратилась в центр занятости. Занятия проходили, нам давали и в устной форме, и с компьютерами нас познакомили. Компьютер – это было что-то, конечно, было очень интересно познакомиться с работой на компьютере. Галина Богданова уже трудоустроена. Новая работа ее ждет в федеральном детском центре «Смена». Обучали взрослых студентов, преподавателей из индустриального техникума и Новороссийского учебного центра «Профессионал». Около месяца женщины-пенсионерки сидели за партами. Помимо администраторов, семь человек повысили квалификацию по специальности «Пользователь ПК» и три человека изучили программу 1С «Бухгалтерия». Они в основном все те, кто уже хотя бы год побыли на пенсии. Они очень активные, столько хотят изучить нового и очень хотят идти работать. Не упустили свой шанс обучиться 120 жителей Кубани, вышедших на пенсию. После получения знаний и навыков, дипломированные специалисты могут приступать к работе. Центр занятости населения Анапы будет помогать женщинам успешно трудоустроиться. Продолжаем выпуск. 4 октября страна отмечает 82-ю годовщину со дня образования гражданской обороны России. В связи с этим пожарное подразделение Анапы проводит Дни открытых дверей. Анапчан и гостей курорта приглашают посетить Центр противопожарной пропаганды. Каждый человек должен знать правила поведения в любой чрезвычайной ситуации. Поэтому приглашаем всех в наш Центр противопожарной пропаганды, который находится в городе Анапы на улице Астраханская, 74. Наш телефон 562-81. Для гостей проведут экскурсию по залам, представят фильм на противопожарную тематику и напомнят правила поведения в любой чрезвычайной ситуации. Новый ресторан «Отдых» открылся в субсихе на базе отдыха «Спорт». Уникальность ресторана в расположении, он находится на природе. В меню ресторана – блюдо русской кухни, а интерьер – времен России Сергея Есенина. Для людей, уставших от городского ритма и желающих отдохнуть вдали от шума и суеты цивилизации, наедине с природой и в то же время в комфортабельных условиях, наше уникальное предложение – база отдыха «Спорт». Она расположена в экологически чистой санаторно-курортной зоне Анапы, в поселке Супсех, в двух километрах от города. Именно здесь вам предложат идеальные условия для спортивных тренировок и отдыха, внимание со стороны организаторов, индивидуальный подход к пожеланиям гостей. База находится вдалеке от городского шума, но в то же время до пляжа менее полутора километров. Для любителей активных отдыха есть масса способов провести время незабываемо – прогулки на мотовездеходах, пешие прогулки, а также велосипедные иконы и прогулки. База отдыха «Спорт» предлагает помощь в проведении спортивных соревнований, банкетов и мероприятий. И, конечно же, великолепный горный воздух и зона загара в вашем распоряжении. Да и для отдыха столь необходимого после физической активности здесь условия более чем подходящие. Красивый интерьер в духе советского времени. Выполненные с изысканным вкусом номера «Люкс» в различных цветовых гаммах позволят с комфортом устроить свой отдых, а также номера, рассчитанные как для спортивных групп, так и для индивидуального проживания. И, конечно же, веранда, с которой открывается великолепный вид на Алапу. Настоящая жемчужина базы отдыха «Спорт» – ресторан в стиле ретро с кратким и всеобъясняющим названием «Отдых». Прежде всего, восхищает интерьер ресторана, который оформлен в лучших традициях русского стиля начала 20 века. Здесь есть и большой зал сатриумом на 100 человек, и отдельный уютный банкетный зал на 30 человек. Атмосфера ресторана дает возможность почувствовать себя героем периода НЭПа и Есенина. Кухня ресторана основана на традиционных русских деликатесах. Это рыба северных рек, утка в утятнице, поросята, осетры, ростбифы, фаршированная щука, шеф-повар. Ресторана превращает привычное блюдо в настоящие шедевры русской кухни. Всегда в наличии настоящие пельмени, вареники, специальное диетическое и постное меню. Также в распоряжении гостей прекрасная веранда на 70 человек с видом на Анапскую бухту. Ресторан «Отдых» приглашает провести свадьбы, корпоративные мероприятия, банкеты и другие торжества. Найти базу отдыха «Спорт» можно по адресу город Анапа, поселок Супсех, улица Яблоневая, 5. Лучший активный отдых в Анапском районе – это, несомненно, на базе отдыха «Спорт». Центр занятости в Анапе приглашает граждан России трудоустроиться в городе Сочи на объектах олимпийского наследия. На время проведения российского этапа Гран-при «Формула-1» и в зимний период. Дополнительную информацию узнавайте по телефону горячей линии 402-38 и у специалистов центра занятости по адресу город Анапа, улица Калинина, 12. И, вниманию работодателей, при трудоустройстве по направлению службы занятости населения инвалидов-колясочников возмещаются затраты на оборудование рабочего места. Сумма возмещения до 700 тысяч рублей. Предусмотрена компенсация затрат на зарплату инвалидов не более трех месяцев. Напоминаем, телефон горячей линии 402-38. Специалисты ведут прием по адресу город Анапа, улица Калинина, 12, кабинет номер 6. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк» Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.